МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Наталья Вячеславовна Караваева, начальник управления социального развития. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна. Здравствуйте, Евгения. А я напоминаю, что к нашему разговору может присоединиться каждый телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Наталья Вячеславовна, мне кажется, сейчас очень большое количество мер социальной поддержки. Сколько людей в Одинцовском округе могут на них претендовать? Ну, Евгения, давайте сразу разберемся. По порядку. Да, по порядку. Что же такое меры социальной поддержки? На каких уровнях они выплачиваются? И какое количество, соответственно, может претендовать на меры социальной поддержки? Три уровня. Федеральный, региональный и муниципальный. Федеральные меры социальной поддержки у нас выплачиваются через пенсионный фонд, Одинцовское отделение пенсионного фонда, и через управление социальной защиты населения, Одинцовское управление социальной защиты населения. А так как у нас округ увеличился, теперь это Одинцовский округ, также через Звенигородский отдел социальной защиты населения. Следующий уровень это региональный. Все меры региональные выплачиваются, соответственно, через наши органы социальной защиты Одинцовский и Звенигородский. И есть еще такой уровень, как муниципальные меры социальной поддержки. Это именно те меры, которые принял Совет депутатов Одинцовского городского округа. Мы планируем, что более 26 тысяч жителей нашего округа, так как эти льготы носят заявительный характер, соответственно, обратятся за такими мерами социальной поддержки. Мы посчитали, в Одинцовском городском округе более 126 тысяч наших жителей уже в настоящее время получают меры социальной поддержки. А некоторые получают и федеральные, и региональные, и муниципальные. В зависимости от притязания нашего гражданина и возможности его подать заявление на те или иные меры социальной поддержки. Вот если меры носят заявительный характер, где люди могут найти информацию, полагается им та или иная мера или не полагается? Если посмотреть на сайты пенсионного фонда, управление социальной защитой или отдела Звенигородского социальной защиты, а также на сайт администрации Одинцовского городского округа, то там достаточно прозрачно можно по платформам перейти и определить, какая мера социальной поддержки положена по тому или иному поводу. И сейчас, наверное, достаточно просто это через госуслуги все оформить, никуда не выходя. Через госуслуги или же непосредственно на сайтах, еще раз повторюсь. Но всегда, всегда существует, если посмотреть, опять же, есть у нас горячая лидия Одинцовского городского округа, тоже на нее можно позвонить и узнать, какая мера положена, и сориентироваться, куда обратиться, чтобы получить или отнести заявление. А какие вопросы чаще всего поступают на горячую лидию, о чем спрашивают? Трудная жизненная ситуация, потери работы, как прокормить ребенка, я инвалид, имею ли я право на какие виды выплат и льгот, у меня многодетная семья. То есть, вот такие самые популярные вопросы. Наталья Вячеславовна, на самом деле, в период пандемии коронавируса достаточно много мер социальной поддержки разного уровня было принято. Я так понимаю, что вот три тысячи тем, кто обязан сидеть, думаю, это региональные, наверное, выплаты. Да, это региональные выплаты, это выплаты Московской области, конечно, прежде всего на нее могут претендовать жители Московской области. Эта мера не носит заявительный характер, она выплачивается жителям старше 65 лет за самоизоляцию, а также жителям, которые, к сожалению, болеют, носят у них хронические заболевания, но не все. Они определены, это семь видов хронических заболеваний. Это астма, это сахарный диабет, это так называемый хобл, хронические обструктивные болезни легких. Это онкологические заболевания, это определенные болезни сердца, это хронические болезни почек третьей, пятой степени. И вот эти вот списки, они формируются и передаются в Управление социальной защиты, я имею в виду о болеющих людях, Министерством здравоохранения Московской области. То есть обращаться никуда не нужно? Нет, это не носит заявительный характер. И, соответственно, самое главное, чтобы у нас в Управлении социальной защиты населения были счета, на которые можно перечислить денежные средства. А приходили они в два этапа. Первый этап, это было в самом начале, в марте месяце, когда начинался вот этот процесс самоизоляции. Полторы тысячи рублей приходили на счета наших жителей. А уже потом, 14 апреля, это была выплачена вторая часть. И в совокупности, конечно, это были три тысячи рублей. В общем-то, хорошее подспорье для тех, кто вынужден какое-то время провести дом. В общем-то, для своего же блага, потому что те заболевания, которые есть, они, если, не дай бог, коронавирус вверх наложится, то ничего хорошего из этого не получится. Безусловно, я хочу цифры назвать. Более 56 тысяч жителей Одинцовского округа получили эти выплаты. И около 160 миллионов рублей также пришли на счета наши жители, жители нашего округа. Вот это точно были ответственные жители, которые пандемию переждали дома. И благодаря которым, в общем-то, в нашем регионе, в Одинцовском округе, все прошло. Ну и, к сожалению, еще проходит достаточно благополучно. Мы сумели достойно выдержать эти испытания. Поддержать, да, жители. Я хочу сказать о том, что недавно в социальных сетях Одинцовского округа появились посты об очередях в пенсионный фонд. Заявителям пришло сообщение от ведомства о том, что они должны подтвердить свои данные лично. На место выехала съемочная группа ОТВ. 1 июня в России началась выплата пособий на детей от 3 до 16 лет. Деньги уже поступают на карты заявителям. Эта мера направлена на поддержку родителей с детьми во время коронавируса. Мы подавали заявку в электронной форме. Пришло достаточно все быстро. И мы уже 2 числа получили на карточку перевод. Но не у всех эта процедура прошла гладко. Мария, например, уже дважды отправляла заявку на получение средств. Но оба раза приходил отказ. Говорит, что приехать лично в пенсионный фонд было непросто, так как на руках дочка, которой нет еще и годика. А когда приехала, обстановка повергла в шок в ПФР. И даже на улице стояла огромная очередь. Нам посоветовали попробовать подать от супруга, опять же, на эту услугу. Не знаю, получится, не получится. И, кстати, сегодня я зашла на госуслуги со своего аккаунта. Мне пришло уведомление, именно не по СМС, а в общем, что пройдена проверка и вам отказано. Потому что сведения недействительны. С этой же проблемой столкнулись и другие люди, с которыми Мария оказалась у пенсионного фонда. Многим пришли уведомления об ошибках, в связи с которыми выплаты на карты поступить не могут. Но вот только жители не учли, что режим повышенной готовности никто не отменял и столпились возле здания без соблюдения социальной дистанции. В администрации округа быстро среагировали и приехали разобраться с проблемой. Мы приложим все силы для того, чтобы процесс был еще быстрее и большее количество проходило. Но самое главное, чтобы не было скучности и чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. И максимально быстро оформили свои документы и получили деньги. По словам сотрудников ПФР, вся процедура по исправлению ошибок занимает 3-6 минут. Очереди образовались потому, что в связи с условиями самоизоляции людям разрешено приходить в ближайший пенсионный фонд даже не по месту жительства. А так как в округе много СНТ и дач, посетителей стало на порядок больше. Прием в управлении постараются ускорить, а пока администрация предоставила автобус, чтобы люди могли погреться в плохую погоду. В прямом эфире телекомпании Одинцова программа «Главная тема». Сегодня у нас сразу два важных вопроса. Вопрос номер один – это меры социальной поддержки жителей в период пандемии коронавируса. Наталья Вячеславовна, удалось ли вот эту проблему решить? Очереди в пенсионный фонд больше нет? Евгения, я вам честно скажу. Мы продолжаем ходить в пенсионный фонд. Действительно, большие очереди скопились, и жители пришли для того, чтобы подтвердить свою учетную запись. Потому что условием получения этих выплат, естественно, является опять норма. Носит заявительный характер. И наши родители направили через госуслуги заявление на данную меру выплат. И, к сожалению, некоторые родители могли недостаточно правильно указать какие-то данные с НИЛС. Потому что здесь две нормы – это заявление и, соответственно, предоставление с НИЛС. Но здесь еще есть некоторые такие моменты, которые, наверное, система не совсем была готова для этого. Потому что паспортные данные и свидетельства о рождении ребенка запрашиваются через систему взаимодействия, межведомственного взаимодействия. И, соответственно, эти документы должны находиться были в наших органах ЗАГС. Но если, допустим, ребенок был рожден за территорией Российской Федерации или зарегистрирован в консульстве, то, соответственно, в такой базе не всегда были в наличии вот эти документы. И тогда родители просили прийти и принести для подтверждения. Конечно, период пандемии вносит свои, безусловно… Отразился на всем. Да, отражается на всем. И соблюдение социальной дистанции, наверное, это самое главное, которое должны были соблюдать и в пенсионном фонде, и мы, соответственно, как органы местного самоуправления должны тоже продумывать такие ситуации. Потому что, к моему великому сожалению, удивлению и расстройству, я думаю, что это, наверное, был фейк. Все-таки я думаю, что фейк. Когда мужчина записал, что я, возможно, болен коронавирусом, но все равно был вынужден прийти. Потом, конечно, удалили такой быстрый комментарий для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Но тут я думаю, что можно парировать тому, что ведь не обязательно прямо сейчас бежать и подавать заявление. Насколько я понимаю, сроки достаточно большие. Сейчас тоже об этом подробно. Я еще раз хотела бы обратиться к нашим жителям. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года. То есть абсолютно у нас у всех есть время получить эти денежные выплаты. Как 5 тысяч на ребеночка до 3 лет, соответственно, за апрель, май и июнь месяц, то есть 15 тысяч самокупственности получает семья на одного ребенка. Притом на каждого ребенка. То есть если в семье двое детей, соответственно, 10 тысяч, если трое, 15 и так далее. Детки, которые старше трех лет и до исполнения им 16-летнего возраста, они получают 15 тысяч. Сейчас мы с вами обязательно по подробнее об этом поговорим. Мы в прямом эфире 8495 508 86 84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Сергей Федорович. Сергей Федорович, очень приятно задавать ваш вопрос, Наталья Вячеславовна. Я хотел бы узнать, когда у нас, как в Москве, разблокируют социальные карты для проезда в транспорте? Спасибо большое, Сергей Федорович, за ваш вопрос. А блокировка или разблокировка социальных карт, безусловно, это мера достаточно серьезная. И после того, как мы получим постановление губернатора Московской области, содержащее соответствующие указания, то в ближайшее время, я думаю, будут разблокированы. В Москве Сергей Собянин просто снял режим самоизоляции. Да, да. Еще раз, мы же должны действовать инструкциями, которые поступают нам на региональном или же федеральном уровне. Поэтому на сегодняшний день мы ожидаем такого распоряжения. Наталья Вячеславовна, вернемся к выплатам. Вот это выплата на детей от 3 до 7 лет. Кому она полагается? Выплата от 3 до 7 лет, это немножко другая выплата. Мы с вами говорили сейчас о мерах федеральных, в соответствии с указом президента, которые поступают. Это региональная мера социальной поддержки. Это увеличение денежных средств, полагающихся. Она у нас предполагает семьям, которые, чей доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума и составляет менее 13 115 рублей на одного члена семьи. Это вот от 3 до 7 лет. И составляет эта мера социальной поддержки свыше 6 тысяч рублей. И, конечно, она тоже носит заявительный характер. Наш родитель обязательно должен быть гражданином Российской Федерации, проживать и быть прописан на территории Московской области, раз это региональная мера. Такие же требования есть и к ребенку. И также через госуслуги все это дистанционно можно упадать. Или же через МФЦ. И очень хорошо, что сейчас уже наши МФЦ начинают свою работу. Можно обратиться туда с соблюдением всех, конечно же, мер безопасности. Наталья Вячеславовна, следующая мера. Дети до 3 лет. 5 тысяч рублей. Это мера федеральная, региональная. Расскажите о ней, пожалуйста, поподробнее. Мы опять возвращаемся к федеральным мерам и к указу президента. Это мера в размере 5 тысяч от 0 до, соответственно, 3 лет. И ребеночку 3 года не должно быть на 1 июля 2020 года. То же самое на нее можно попадавать до 1 октября, но это значит на 30 сентября это последний день, когда мы можем подать заявление на эту меру выплаты. И претендовать на нее могут детки, рожденные до 1 июля 2020 года. Вот если 30 июня родился ребенок, то он получает эту меру социальной поддержки. А если старше, то, соответственно, к сожалению, нет. Но там уже другие меры социальной поддержки. Это, по-моему, одна из самых массовых мер. Дети от 3 до 15 лет включительно. Да, безусловно. Это самое массовое. И очень просто подать на эту меру то же самое через портал государственных услуг, через личный кабинет. Безусловно, можно и лично в пенсионном фонде, но я очень не рекомендую обращаться туда лично, только в каких-то очень исключительных случаях для того, чтобы написать заявление на получение данной меры социальной поддержки. Здесь нет привязки к проживанию в Одинцовском округе в Московской области. Эта мера положена всем жителям Российской Федерации. Я могу сказать по своему опыту, на двоих детей, у меня это заняло, наверное, минут 10 с учетом того, что нужно было залезть, достать документы. В общем-то, только свидетельство о рождении нужно вбить. СНИЛС можно найти по данным ребенка. Посмотрим, какой ответ пришлет пенсионный фонд. Вот я хочу сказать, что опять же возвращаюсь, почему же родители, почему приходят вот эти СМС, придите, подтвердите. Потому что, когда мы получаем СНИЛС, могут быть какие-то ошибки. Вот я, допустим, Наталья, а иногда в документах, если внимательно не посмотреть и не проверить, могут написать Наталья через мягкий знак. Это уже принципиально для документов. Но уже тогда СНИЛС не бьется, соответственно, с свидетельством о рождении ребенка. Или же у родителей заявлений может быть указана не учетная запись в системе ЗАГС, а номер свидетельства о рождении ребенка. И опять приходится приглашать родителей для того, чтобы они... Не паниковать ни в коем случае не стоит времени. Да, ни в коем случае. И до 1 октября, даже если, даже если по предоставленным документам отказано, то надо подать документы второй раз, а возможно уточнить в пенсионном фонде, почему не прошли отказы. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья Федоровна. Наталья Федоровна, что я хотела бы задать вопрос Наталье Вячеславовне по поводу региональной выплаты детям от 3 до 7 лет. Меня интересует вот такой вопрос. У меня ребенок находится под опекой. И если у нас совокупный доход семьи меньше прожиточного минимума, имеет ли право такой ребенок на данную выплату? Спасибо большое, Наталья Федоровна, за вопрос. В законодательстве сказано, родитель или законный представитель опекаемый. Если он является законным представителем этого ребенка, то, безусловно, ответ «да». А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. Звоните и задавайте ваши вопросы. Первая часть нашей программы посвящена мерам социальной поддержки жителей в период пандемии коронавируса. Хочется отметить, что не только финансовую поддержку получали жители и получают нашего округа, многих обеспечили продуктовыми наборами. Тем продолжит наш корреспондент Елена Морозова. Волонтерский центр «Единой России» и ОНФ продолжает свою работу. В связи с пандемией коронавируса более 140 пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, уже обеспечили необходимыми продуктовыми наборами. В первую очередь оказывается помощь тем людям, которые проживают одиноко. Это те люди, которым в первую очередь нужна не только помощь, им нужно внимание, чтобы к ним постучались в дверь, чтобы спросили, как у них дела. В этот трудный период для всех абсолютно без исключения. А представляете, человек сидит один, и когда к нему сегодня приедут молодые ребята из молодой гвардии, с хорошим настроением, и скажут, как дела, что вам еще надо. Галина Афанасьевна – инвалид второй группы, живет вместе с мужем. От души растрогана таким визитом. Говорит, что внимание пенсионерам сейчас действительно необходимо. Настолько все немо, глухо, кругом. Мы никому не нужны. Как не нужны? Мы же приехали. Мы же приехали. Волонтерские бригады созданы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Молодая гвардия «Единой России» принимает в их работе самое активное участие. Главное, говорят ребята, соблюдение необходимых санитарных правил и хороший настрой. Когда ты приходишь к нуждающимся людям, они встречают тебя, честно сказать, как-то нерадостно и зажато. Но когда ты уже от них уходишь, это совершенно другие люди, счастливые, открытые, которые провожают тебя уже улыбками. И невозможно остаться равнодушным ко всему этому и не принимать участие. Хотелось бы призвать всех людей, как сейчас еще многие говорят в связи с карантином, делать нечего. Делать есть чего. Присоединяйтесь, помогайте. Будем взаимодействовать. В перечне нуждающихся 244 семьи. Кто-то отказывается от продуктовых наборов, кто-то и вовсе не проживает по указанному адресу. Поэтому и ведется предварительный обзвон. Однако волонтерская работа ведется не только в Одинцове, но и по всему округу. Я думаю, что люди, которые помогают, они испытывают колоссальное удовольствие. И этого не будем лишать. С другой стороны, поможем, я думаю, большому количеству людей пережить это время. Я уверен, что все будет хорошо, но сейчас нужно помогать. В прямом эфире телекомпания Одинцова. Программа «Главная тема». Сегодня у нас сразу два важных вопроса в повестке дня. Первый – это меры социальной поддержки жителей Одинцовского округа в период пандемии коронавируса. 8-495-508-86-84. Наш номер телефона. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Людмила Вячеслава. Людмила Вячеславовна, очень приятно. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Вы знаете, у меня сахарный диабет, суренозависимый, первого типа. Никак не могу получить 3000 рублей раз в официальную помощь. В Одинцовской официальной защите помочь не могут. Говорят, что сделали запрос, никак не могут получить ответ. Из Министерства здравоохранения Московской области. За два месяца я не могу получить эти деньги. Что мне делать? Спасибо большое, Людмила Вячеславовна, за вопрос, что делать, куда обращаться, Наталья Вячеславовна. Безусловно, мы возьмем телефон. Оставьте, пожалуйста. Людмила Вячеславовна, потому что здесь действительно нужно получить информацию от Министерства здравоохранения Московской области. Но я знаю, что уже наш, как Людмила Вячеславовна сказала, Управление социальной защиты населения отправили запрос. Ну, значит, еще нужно отправить дополнительный запрос от администрации и довести эту ситуацию до конца, до понимания, до логического завершения, чтобы понять, где произошло слом информации. Наталья Вячеславовна, меры социальной поддержки бывают разные. Вот в том числе мы озвучили продуктовые наборы. Можно ли еще их получить? Ну, продуктовые наборы будут выдаваться еще до 15 июня этого года. Но я хочу сказать, что выдача продуктовых наборов – это настолько большая, просто колоссальная работа всех субъектов помощи нашим жителям. Это и структуры администрации, структуры органов местного самоуправления, это региональные структуры социальной защиты населения, это наши волонтерские и благотворительные организации. Пользуясь возможностью искренне, мне хочется сказать огромные слова благодарности каждому волонтеру, вне зависимости от того, один раз он принял участие в какой-либо акции, или это те люди, которых мы постоянно видим в актовом зале администрации, где вот этот вот волонтерский, центральный волонтерский штаб. Об этом можно просто говорить часами. И, наверное, наверное, для этого найдется время. Потому что это люди бескорыстные. Это люди с яркими, горящими глазами. Это, ну, просто в их душе какой-то необыкновенный огонек. Потому что они это делают от души, не ожидая похвал или наград. Многие из них тратят достаточно большие свои денежные средства для того, чтобы помочь близким. И, ну, я понимаю, что это тема отдельного разговора. И о каждом из них мы будем рассказывать и говорить. Конечно. Я считаю, что это подвижничество, это определенный внутренний подвиг, маленький или большой, но он все-таки очень полезный людям, которые живут рядом. И, конечно, вот эти продуктовые наборы, они формировались тоже на разных уровнях. Сначала, когда пандемия только начиналась, продуктовые наборы создавались за счет благотворителей. Они были созданы за счет инициативы Андрея Робертовича, нашего главы. Это были первые благотворительные наборы, которые были выданы в многодетные семьи. Потом также были благотворительные наборы за счет благотворительных средств, которые на региональном уровне. Здесь мы уже действительно подтверждали в социальной защите меру притязания. Потому что также продуктовые, для чего нужны эти продуктовые наборы? Поддержать семью, чтобы действительно не было, элементарно не было голодно. Вот надо это понимать, элементарно не было голодно. И наши жители, кто-то обращался, первое, естественно, многодетные, были это семьи, где было больше 5, 4 и более детей, потом я буду говорить о многодетных семьях, это были жители, которые обращались как на линию губернатора, так и письменно к Андрею Робертовичу, это были звонки, это были обращения через неравнодушных жителей о том, что данный наш гражданин нуждается в поддержке. И вот такие вот через волонтерские отряды, персонально соблюдение мер предосторожности предоставлялись нашим гражданам. Еще раз повторюсь, это были благотворительные наборы, созданные за счет благотворительных средств. То есть это предприниматели тоже по зову души Андрея Робертовича откликнули. Они перечисляли денежные средства, на которые можно было создать вот эти продуктовые наборы с самыми необходимыми для жизни продуктами. Мука, подсолнечное масло, консервы, чай, печенье. Продукты первой необходимости. Первой необходимости молоко. Кроме этих благотворительных наборов, которые мы передавали нашим жителям, которые в критической ситуации, были продуктовые наборы, которые передавались и нашим медицинским работникам. Это были наборы, которые передавались работникам ЖКХ, которые практически точно так же обеспечивали безопасность нашей жизнедеятельности. Это были наборы, которые передавались медицинским работникам, в том числе медицинским работникам, которые пошли на больничные, которые также заразились ковидом. И более 46 тысяч жителей в совокупности получили различного вида продуктовые наборы. Но потом появились уже наборы, которые были адресно, предоставлялись различным социальным категориям. Это многодетные семьи. Это семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, они были персональные. То есть это те люди, которые получают выплаты через управление социальной защиты, отдел социальной защиты. То есть региональные выплаты, они были персональные. Понимаете? И, конечно, еще были наборы, которые создавались благотворителями, формировались благотворителями. И тоже, когда человек говорит, я в критической ситуации. У нас, к сожалению, нет каких-то, будем говорить, механизмов подтвердить его критическую ситуацию, кроме его личных слов. И тогда мы обращаемся к предпринимателям, и они нас поддерживают. Но предприниматели говорят, что люди не злоупотребляют. Что, как правило, вся эта информация подтверждается. Я напоминаю, мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, мы вас слушаем. Как вас зовут? Меня зовут Галина Николаевна. Галина Николаевна, очень приятно. У меня такой вопрос. Я из Одинцова, у меня такой вопрос. На телефон мне пришло смс-оповещение, что по губернаторской программе я вхожу в число лиц на социальные выплаты. Я обратилась в соцзащиту, да, там все сделали. Сказали, что выплата сформирована, это было больше месяца назад, и направлена в единый выплатной центр. Вот мне хотелось бы... В интернете нет телефона этого центра, то есть нельзя узнать, когда эта выплата будет проведена. А вот я хотела бы узнать по работе этого центра, по контактам. Спасибо за вопрос, Галина Николаевна. Наталья Вячеславовна, о чем идет речь? Безусловно, в этой ситуации надо разбираться персонально. Надо взять телефон Галины Николаевны, и очень много таких звонков, которые просто требуют вот такого ручного управления. Потому что вот столько много нюансов. Ну, каждая ситуация индивидуальна, у всех все по-разному, тем более тут такие человеческие истории. Безусловно, даже вот получение пенсии, вот сегодня буквально к нам в администрацию обратилась заявительница, старше 80 лет она пришла, потому что она не понимала, почему ей пенсия не приходит. Но там было столько нюансов, пока мы нашли вот эту вот цепочку и объяснили ей, что там своя история, но самое главное, мы привели к результату эту бабушку, и она, слава богу, получит свою пенсию. Вот это самое главное. Точно так же, как и с Галиной Николаевной. Обязательно сейчас созвонюсь, узнаю нюансы, состыкуюсь со соцзащитой, и мы вот поймем, когда же она получит свои денежные средства. Я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Задавайте свои вопросы. Сегодня вопрос номер один — это меры социальной поддержки. Но я думаю, что уже пора переходить ко второму вопросу. Это летняя оздоровительная кампания. Ну, Наталья Вячеславовна... Моя любимая тема. Безусловно, еще неделю-две назад казалось, что не будет никакой у нас оздоровительной кампании, будем сидеть дома все лето. Все-таки состоится? Конечно, конечно. Летняя кампания — это действительно лето-маленькая жизнь. Мы всегда очень готовимся. Мы начинаем готовиться к летней оздоровительной кампании с января месяца. В декабре заканчиваем, в январе начинаем, потому что это такой большой пласт, который нужно подготовить, чтобы дети действительно у нас получили и оздоровление, и интересные программы были бы в летний период. Но пандемия вносит свои изменения. Конечно, хотелось бы сказать и те финансовые средства, которые запланированы. Это около 34 миллионов рублей, из них более 13 миллионов. Это субсидия, которые также поступят в наш округ на реализацию программ по приобретению путевок в загородное оздоровительное лагеря, чуть-чуть позже скажу. Это на оплату пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием. Это на оплату труда наших школьников в бригадах по ремонту и благоустройству образовательных учреждений. Обычно такая деятельность уже начиналась с 1 июня. Дети уже отдыхали. Да, дети уже у нас во все отдыхали. Но, к сожалению, не прошли еще этапы снятия вот таких ограничительных мероприятий в рамках борьбы с пандемией. Надо чуть-чуть набраться времени. Наталья Вячеславовна, у нас снова звонок 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я хотела вот такой вопрос. У меня есть соседка, она инвалид третьей группы, у нее инсульт. Получает она пенсию по третьей группе, знаете, она мизерная. Отойдите, пожалуйста, чуть-чуть подальше от телевизора, чтобы мы вас лучше могли слышать. Вот, я просто хочу лицо ваше видеть. Простите, пожалуйста. Я соседка, вот третья группа, она вот, я по поводу продуктового набора. Ей бы вот это не мешало, потому что она очень, как бы сказать, бедствует в этом отношении. Дочь есть, она тоже инвалид третьей группы, но она работающая, но с ней она не живет. У нее маленький ребеночек, она живет, ну, во Власихе. Пожалуйста, тоже оставьте ваши контакты. Дочка во Власихе живет? А скажите, пожалуйста, соседка ваша на Власихе живет? Нет, дочь живет на Власихе. А соседка в Одинцово. Она вот на Чикино-7, Елена Вячеслава живет на Чикино-7, квартира 63. Давайте запишем, Чикино-7. Да, и оставьте, пожалуйста, ваш контактный телефон, чтобы мы могли хотя бы с вами связаться, да, и узнать, может быть, чем помочь. Евгения, это вообще прекрасно. Это вот та иллюстрация, как мы в том числе получаем адреса тем, кому нужна помощь. Это неравнодушные наши жители. Это очень здорово, что они у нас есть. Да, если вот, если нету, ну, как доктора говорят, если нет показаний, мы не всегда знаем, в какую дверь постучаться. А вот через жителей мы узнаем, кому особо нужна помощь. Безусловно, этой женщине мы передадим буквально завтра. Время еще есть, да, продуктовый набор успеем собрать. Продуктовый набор по тем или иным каналам. Дай бог, чтобы все-таки это скорее закончилось. Но отрадно, что на самом деле мне кажется, что вот эта пандемия показала, кто есть кто. И оказалось, что не без различных людей вокруг нас очень и очень много. Еще мы стали ценить, наверное, живое общение, которого раньше просто не ценили. Наталья Вячеславовна, если вернутся к летней оздоровительной компании. Я так понимаю, что все будет примерно как в прошлые годы, но, наверное, с какими-то ограничениями. Ой, Евгения, немножко будет все по-другому. Действительно, по-другому. Ну, во-первых, давайте так. Вот летнюю оздоровительную компанию мы разделим на несколько мероприятий. Это загородные оздоровительные лагеря, которые у нас будут работать на территории нашего Одинцовского округа. Загородные оздоровительные лагеря, куда в соответствии с заявкой через госуслуги родители подают заявку. Мы можем предоставить им бесплатные путевки, которые приобретает Одинцовский городской округ за счет своего бюджета и бюджета Московской области. И, соответственно, направляют детей в загородные оздоровительные лагеря наших жителей. Это лагеря с дневным пребыванием и бригады. И это различные формы занятости, которые создаются у нас на базе учреждений образования, спорта, культуры, библиотеки. И это все вот такая вот огромная-огромная компания, которая планирует, конечно, охватить большое количество детей. Я всегда люблю очень цифры. Да, много ли у нас путевок? Мы в прошлом году из 26 тысяч, более 26 тысяч детей, теми или иными видами занятости, мы практически около 90% смогли предоставить ребятам вот такие вот услуги. Кто-то в школу приходил, кто-то действительно выезжал, кто-то трудился, кто-то отдыхал в наших любимых лагерях с дневным пребыванием. В этом году, к сожалению, этого не получится. К сожалению, в программе социальной защиты населения Одинцовского городского округа, как я уже сказала, заложены денежные средства. Перед нами область ставит и обязательства охватить не менее 60%. Это было на 1 января 2020 года. Но мы всегда перевыполняли наши обязательства. А в этом году, исходя из ситуации, ставится такой вот процент 11%. Но я думаю, что мы сегодня прошел координационный совет. Я с гордостью могу доложить, что наши учреждения, исходя из реалий пандемии, создали условия, чтобы много ребят, более 11%, которых у нас сейчас более 26 тысяч таких деток, приняли участие в летней оздоровительной кампании. Теперь быстро и подробно. Да где будут отдыхать? Наши дети уже сейчас после третьего этапа снятия ограничений, первое, куда поедут и куда уже есть понимание, что мы выезжаем, это 130 ребятишек наших получат бесплатные путевки в русский район, лагерь «Алмаз». Вот по конкурсам, по конкурсам уже все делаем в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут предоставлены им путевки. Предоставлены путевки будут 70% – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и 30% – это дети, которые проявили особые успехи в социальной деятельности, в учебе, в спорте. Также определить этих детей, прежде всего, норма носит заявительный характер. Я уже тоже много раз сегодня это слово произносила. У нас через госуслуги родители подавали заявление на получение путевок. Более 400 заявлений. Сейчас мы будем обзванивать всех родителей и предлагать, как только нам обозначат, что третья смена начнется, у нас есть понимание, мы начинаем предлагать по очередности эти путевки. Два списка. Первая – это трудная жизненная ситуация, а вторая – это льготные категории. А вторая – это уже наши молодцы. Но, знаете, у меня ключевая фраза. В Одинцовском округе все дети талантливые. Конечно. Для каждого родителя, его ребёнок – самый самый. Поэтому уже в зависимости от того, как родители подали заявление. Следующее. Опять же, о загородных лагерях. 17 июня наша межведомственная комиссия, куда будут входить представители органов местного самоуправления, силовых структур, комиссии по делам несовершеннолетних, социального обслуживания, здравоохранения, Роспотребнадзора, мы будем проверять открывающиеся на нашей территории загородные оздоровительные лагеря. В этом году, наверное, требования особенные. Очень сложные. Во-первых, действительно, это и соблюдение социальной дистанции, и наличие обязательно медицинских работников. Это и прививки, в том числе предоставление справок о бесконтактности с ковидом. Это и соблюдение социальной дистанции в самих лагерях. Это закрытое... У нас получается, что дети приехали, закрыли лагерь, и только после этого они уезжают. То есть не будут пускать ни родителей, об этом сейчас ведется, никаких посторонних. Для того, чтобы невольно не принести какую-то инфекцию вот в эти наши лагеря. Они будут существовать. Это лагерь у нас, Радуга, в Никольском поселении. Это лагерь Патриотов, это называется лагерь настоящих героев. Очень хороший лагерь для наших ребят, которые юноармейцев. Это новые два лагеря, которые будут на базе пансионата «Лесной городок». И будет лагерь, который называется у нас «Орленок». Это уже на территории Звенигорода. В этом году без Крыма и Краснодарского края придется лет. Мы ждем, ждем, мы очень ждем, что все-таки хотя бы в августе месяце нам разрешат наших ребят. Мы подготовились к этому. У нас есть все основания, что как только снимут ограничения и на государственном уровне будет принято решение, что мы можем выехать за пределы Московской области, то наши ребята поедут и в Крым, и в Краснодарский край. Нашим детям очень нравится на море. И всегда, конечно, приезжают переполненные эмоциями. Ну и, безусловно, загоревшие, отдохнувшие, что очень важно. При школах будут ли работать лагеря? Планируем. Планируем. Планируем с 1 августа открыть такие лагерные смены. Продолжительно сейчас, это в процессе обсуждения, мы, безусловно, должны руководствоваться требованиями Роспотребнадзора. Безусловно, соблюдать все условия. В том числе это и одноразовая посуда, и предоставление питьевого режима. Потому что с точки зрения образовательно-воспитательного процесса, мы полностью готовы. Точно так же, как мы готовы предоставить нашим ребятам, нашим школьникам, рабочие места в бригадах с оплатой труда несовершеннолетних. И денежные средства уже запланированы, и все просчитано. Очень важно, чтобы как можно скорее закончился период ограничительных мероприятий. Но для этого нужно немножечко потерпеть, еще немножечко походить в масках, перчатках. Конечно, пока мы можем воспользоваться онлайн-лагерями, которые создают наши учреждения дополнительного образования. Расскажите, пожалуйста, как они работают, чем там занимаются дети? Ну, онлайн-лагерь – это предоставление образовательных программ для ребенка на платформе наших учреждений дополнительного образования. Допустим, преподаватель танцев, возьмем, например, преподаватель танцев, они разучивают танцевальное движение, это идет и визуальный ряд, и эмоциональное подкрепление, и, соответственно, музыкальное подкрепление. Если это какая-то более глубокая образовательная программа, то здесь такое получается как будто общение с ребенком. И родители могут записаться на такие программы и увидеть их как на сайте наших учреждений дополнительного образования, так и обратиться, если нужна помощь, в образовательные учреждения, чтобы им помогли зайти на сайт этой организации, так и в управление образованием, потому что именно эти организации готовят вот такие онлайн-лагеря. В частности, очень интересный лагерь у нас существует на платформе Одинцовского центра эстетического воспитания. Традиционно. Да, да, да. Но у нас еще очень серьезно готовятся библиотеки, домокультуры. Как только снимут ограничительные мероприятия, то все наши педагоги, все наши руководители кружков, объединений, они тут же, тут же начинают свою работу. И мы сегодня видели, насколько управление, комитет по культуре, управление, которое занимается парковой деятельностью, спортивные организации, они подготовились, они создали информационный ряд, который мы будем публиковать в наших средствах массовой информации, в наших аккаунтах, куда можно обратиться, по какой ссылочке зайти и в какой кружок или секцию посетить ребеночку в летний период. Уже не онлайн, а оффлайн. Оффлайн. Уже все мечтают об оффлайне, хотя раньше пропадали ондаль. Наталья Вячеславовна, оздоровители компании, будут охвачены дети с 1 по 11 класс, какой возраст? Ну, во-первых, наши обязательства, как всегда, с 7 до 15 лет включительно. Ну, то есть получается, что детские оздоровительные лагеря принимают ребятишек наших вот такого возраста. А вот бригады с оплатой труда несовершеннолетних, это, соответственно, с 14 до 18 лет. Мы с вами много раз говорили о том, что наши детки вот этого такого подросткового возраста. Очень любят работать. Они, во-первых, любят, они искренне участвуют в таких мероприятиях. И для многих, безусловно, финансовая составляющая большим подкреплением служит. Но здесь еще и социализация, здесь еще и воспитательный процесс, здесь еще огромное общение со своими сверстниками в неформальной и нестандартной обстановке. И наши ребята, наши ребята просто вот до 18 лет, пожалуйста, приходите. Как только снимут ограничения, наши центры, клубы, спортивная школа, спортивная школа вообще подготовили учебно-тренировочные сборы для своих ребят, которые тренировались в течение всего учебного года. Потому что за лето это колоссальное просто продвижение спортсменов к их высоким спортивным результатам. Ждем с нетерпением, когда ограничения будут сняты. И все-таки мы действительно все уйдем в оффлайн, в реальную жизнь. Спасибо, Наталья Вячеславовна, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...